Ну что сказать, вот эта избирательность привела к тому, что целые регионы сейчас не имеют и близко садов, вообще садов, или в частности тот же северо-запад страны не имеет, да чекой северо-запад, уже и юг, уже и Украина с Белоруссией попали под это вот какой-то несчастный, какой-то каток исторический временной, когда в раз все исчезло, что было сгнило, никто ничего не умеет, рынок везде насыщен этой дряни, вот и тут возник спор, он возник внезапно несколько дней назад, и почему мы сейчас здесь сидим, мы сейчас с вами, когда я немножко отсижусь в тени, я там выкопал 4 саженца, пойдем мы их садить, вот. Вот, потом я вернусь сюда, еще раз пройдем по питомнику, вы поймете, что я хочу рассказать и что я хочу от вас. Ну вот, давайте сделаем перерыв, пока я буду садить саженцы, а потом вам их покажу. Итак, друзья, о прошлом фильме вы видите, как я с помощью секатора расправлялся с двухлетними саженцами. Вот я их максимально обрезал, часть из них пересадил, это были двухлетки, еще раз показываю, кто не видел предыдущего фильма. Страшнейший, сильнейший обрезка, несмотря на то, что он был в горшке. И так, только так, иначе бы я все посадил бы его в цель, живьем, как другие бы посадили. Помните, как я говорил, взять, говорю, сейчас сказал, без пятилетних деревня за 6. А если бы я им не дали, я бы такой продал, он бы своего шофера бы, если бы он просто бы уволил, вот, за искалечное дерево. А это единственный шанс выжить. Итак, смотрим, 4 саженца. Мы еще вернемся туда, я расскажу вам много чего интересного. А пока так, смотрим, берем секатор и начинаем предпосадочную обрезку. Замажу потом, варбу горкова видели, поехали. Не короткий инструктаж, под самую почку, но, вот это, как второстепенный побег, подчеркиваю, второстепенный, отрезается почти полностью. Так, сейчас отрежем. Это вот. Все, теперь основной побег. Нормальный, развитый саженец. За один год вполне прилично. Были, правда, и в два раза мощнее. Но я исхожу из того, что есть на данный момент. Вот на данный момент я решил, что поищу-ка еще места, и пусть еще будет. Так, смотрите сюда. Обрезка вот здесь. Вот, скажите, да что ж ты натворил-то? Вот, две трети кроны убрал. Да, убрал. Только лучше приживется, получится он коренастый, прекрасный саженец. Смотрим сюда. Следующий отрезаю. Здесь трип этих самых веточки. Второстепенную оставляю. Вот это тоже второстепенную. Так, вот второй побег. Основной будет вот этот. Я вот сразу оставляю тут совсем немножко. Раз, два, три. Плохо быть само себе журсером. И второстепенно я фактически уничтожаю. Что здесь будет потом? Меня мало волнует, лишь бы только по одной. По одной, по одной, по одной. Видите? Так, вот это неправильно. Это неправильно. Надо, чтобы вот этого пенечка практически не было. Так. Потом будет подправлено у меня в левой руке. Трясется. Поэтому пока все. Потом я еще буду смотреть вот так вот. Подправлять. Чтобы вот этих пенечков не было. Ну, показываю. Вот так. Теперь два обрезали. Здесь тоже. Заметьте, что по две почки приваю. Почки разные. Заметили? Разные. И они дали разные. Если их подправить, одна бы была вот такая. Правильно? Вот. Мы ее делаем совсем второстепенно. Чтобы она потом не развалила пополам саженец. А вот это основная. Так. Так. Я беру под хорошую розетую почку. Ну, вот, пожалуй, все. Мелость я не трогаю. Представляете, если у вас учили вот эти вот всякие. Раз, 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 раз. Все боковые вычистить, чтобы раны были. Вот. Чтобы они тут не росли. Не трожьте их, оставьте их в покое. Они вам не мешают. А вы им не мешайте. Вот. И, наконец, последний. Видите, у него штаб какой. У него хороший длинный штаб. Я ему особое место заметил. Наметил. Итак, поехали. Вы уже поняли, что теперь я могу меньше комментировать. Вот хороший развитый побег. Так. Спасибо, нашелся один. И, наконец, вот здесь. Центральный у нас. Центральный. Он и есть центральный. Делаем так. Все. Готово. Замажу потом. Итак, мы имеем 4 саженца. Где они будут сидеть? Один будет сидеть прямо вот тут. Вы уже заметили, что тень появилась. А сейчас на улице 2 часа дня. Вот. Сейчас на улице 2 часа дня. Сейчас я привезу сюда тележку с землей. Так. Высыплю. Вот. А его 2 часа дня. А до этого он закрыт. Поэтому я вынужден это делать. Я его спасаю. Потому что, ну, пройдет еще год. И он все равно будет выкинут. Его в этом году не купили. Хотя купить было в самой паре. Самый длинный штамп у него. Вот. Я его именно спасаю. Так. Смотрите. Выращен именно в горшке. Видели? В горшке. Потому что вы можете на линке подойти, дернуть и он воскосит из горшка. Это чистый обман. И вот за счет длинного штампа он поднимется к небу. Вот видите, абрикос рядом растет. Ему всего 10 лет. Вот этому. Вот. С обрезкой почти все рассказал. А сейчас надо бы добавить несколько матерных слов. До меня здесь жил хозяин, обыкновенный обыватель. Он купил у меня, рассказывал, три саженца абрикоса. Раз. Два. И три. Самый плохенький был вот этот. Но он стал лидером. Это отдельный разговор. Почему он стал лидером. И смотрите сюда. Все начинается вот с этого. Помните, год и два назад я показывал, делал фотографии вам рассказывал. Вот хозяину мешала вот эта ветка. Почему? Не мешала. Он ее убрал. Попавала собака, он ее убил. Это про этот случай. Смотрите. Что случилось после. Под раны, всегда запомните, под любой. Почему я говорю, не делайте их. Получается разрушение. Разрушение страшное. Еще вот три урожая я с него. Два снял. А третий урожай уже не будет. Вот цветок практически нет. Видите? То есть он не цветет там. Скорее всего, вот эта тоже должна погибнуть. Урожалка страшная. Но видите вот эту ветку? Та с листьями. А эти две ветки сухие полностью. Видели? Еще раз показываю. Любуйтесь. Любуйтесь на страшное заблуждение. Дикое, страшное. Меня сейчас после этого возьму пилу. И вот здесь он будет отпилен. Отпилен не заподлицо, как нас учат. А гораздо выше. Или тут. Или скорее всего, вот тут. Пусть торчит пень. Напоминание о чьей-то глупости и о дикости. О диком садоводстве, которое пришло в 21 век, ничуть не изменившись. Не трожьте ради бога. Никогда она была вот такусенькой. Не сейчас, не потом, когда она выросла и стала мешать человеку, запинался. Вот. Пол дерева мертво. Показываю издаля. Я не болтун. Любуйтесь. Пол дерева мертво. Из-за этой глупости. И тут еще я вам показывал. Не хочу уже себе душу травить. Извечены фактически все абрикосы. Но этот первый приготовился к смерти. Вот еще, получается, я про обрезку вам рассказал. Так. Вот. И поняли, что это место не самое лучшее, где вот стоит саженец. Вот. Ну, в метре ближе он будет посажен. Просто его желательно спасти хотя бы так. Пол дня в тени. А почему я теперь произнес пол дня в тени? Они для меня, знаете какие? Они для меня ключевые. Итак. Значит. Я наблюдательный. Да. Наверное, самый наблюдательный в России. Вот. Я не думаю, что это громкие слова, что это хвастовство. Вот. Ну, что делать? Ну, родился таким. Это при том, что тугодум. Я сразу о себе о плохом говорю. Без памяти. Тугодум. Вот. Вижу. А через два дня бах, голову стукнуло. И вот. А не сразу. Ну, тем не менее, уж какой есть, такой есть. И вот этот тугодум смотрит, что был год, когда несколько лет назад, я уже в датах путаюсь, когда был фактически уничтожен все цветы. И у нас в Майне, Означено, поселок геологов, пригороды Саногорска абрикосов не было вообще. Ну, и меня в Харсунхуторе не было. А что? Куда деваться-то, когда это самое? Такой морозак. Ой, как у меня фотографии. Я их боюсь смотреть. Мне сразу становится плохо. Хотя сам наснимал. Этот страшный период. Ну, может, парочку покажу, что бывает во время цветения. А может, не покажу, чтобы не портить. Посмотрим. И вот я, значит, что сделал. Успокоился. Костики мне были не нужны. Этих манжурских абрикосов. Предыдущим урожаем было с избытком насажено. Не знал, куда девать их же. Не привиты это плохо берут. А если вообще не берут. Хотя даже не привиты, это уникум. Кстати, знакомьтесь. Я сейчас уже облистрился, поэтому понятнее. Привиты. Вот. Привиты. Привиты. Видите, как сильно обрезаны. У меня привиты. Сильно-сильно. Любуйтесь. Так надо. Это маточное дерево сразу начал калечить. Сразу. А он был ничуть, вон, по толщине судите, ничуть не хуже. Вот эти вот мощенькие штампики пошутите. Ничуть не хуже. А это сенец. Я его не обрезал. Веточки мне не нужны. На прививку. Вот так случилось. Надо иметь резерв даже их. И, наконец, потом я буду на ваших глазах несколько десятков резать их. Почти таких же. А вы будете удивляться. Говорят, ну какой он этот садист. А садист не я. А тот и не купил. И они начали мешать друг другу жить. Итак, о чем я хотел сказать. Мне бы тенечек найти. Сейчас точно свалюсь. Новичанина. Втаю, как мороженое. И так, значит, пошли искать. А, вот о чем речь. Итак, черемушки. Недели через две, когда у меня упали абрикосики, немножечко там. Я рассказывал как-то. Жалкий урожайшко там. Особо только на жерделе и на этом. На манчжурце. Недели две тишины. И вдруг на рынке появились абрикосы с черемушек. Стоят ведра. Не сказать, что много. Но были и вполне прилично. Попадали самуры. Попадали среди них баи. Но баи сейчас вообще редко стало. Фактически исчезающий вид. Знаете, идут годы. Абрикосы стареют. Их так же колечат. Вот. Видели? То, что я вам показывал. Вот. Это все страна идет. Тростьянногорцы тоже. Просто у нас сухой климат. И вы видите эти же грибы, да? Они все-таки не сразу становятся смертельными. То есть они вообще не смертельны. Это часть дерева. Я просто хотел сказать, что у нас дерева медленнее гниют, чем в том же Питере. И вот получается, что хлопнул себя по лбу. Чем дело? Вот. А потом понятно, что да, там теплее. Вот они появились. Но почему через две недели? После Саногорска раз там теплее. И тут же стукнулся еще раз по лбу и сказал. Причина-то такая простая, что тут я бы мог даже участвовать в команде, что, где, когда за минуту ответить. Настолько легкий ответ. Значит, там горы такие. 30-40 градусов чаще всего. А то бывает и круче, и менее крутое. Но 30-40 градусов на многих участках. И солнце. Варианты два. Или оно рано освещает, а с обеда исчезает. Или оно в тени, а после обеда оно появляется. Итак, освещенность при более теплом климате не убили. Цветы не были убиты морозами, как у нас в Саногорске и в окрестностях. И у меня в хуторе почти все. Но с опозданием, потому что все-таки замедленное развитие. О, подобрал слова. Замедленное развитие дерева вообще. И плодношение, замедленное развитие в частности. Вот так, видите, как просто. Значит, надо отделить мух от котлет или, как еще говорят, зерна от плевел. Как отделить? Если бы вот те несколько миллионов за все годы саженцев, жиденьких, ну, то есть слабых на выпривание, в основном я про абрикосов, были бы вот такие же полноценные, как то, что вы видели сейчас в ведрах. Да, вон они стоят. Допустим. Вот. И если бы они были бы посажены прям тоже место, вплоть до сантиметров, в это же время, вплоть до секунд, а вместо тех, которые были куплены черти где, черти у кого и это самое. И привиты черти на что. Вспомните, давно ли я минут 20 назад говорил про бесею, да, на которую прививают абрикосы, на кустарник. Вот если бы все они были вот эти вот, и все эти миллионы бы там, как вы думаете, были бы они или нет Ленинградской области? А, Сергей? А это я обращаюсь к человеку, который, правда, аноним, вот. И участникам моего сайта, как бы сказать, гостям сайта, я очень прошу, пишите хотя бы, где вы живете. Сергей? Ну, там ясно, речь шла о Петербурге. Вот. Но если вступаешь в серьезный спор, если считаешь себя авторитетом, ну, хоть что-то о тебе. Вот. Хоть что-то. Мои эти оппоненты исчезают навсегда, почему-то. Нетрудно догадаться, почему. Когда я говорю, вы утверждаете, что я не прав. Ну, покажите свой полносящий сад, значит, который, так сказать, козырит, а там, в саду. Они просто исчезают. Больше не словечко. Обидно. Но мне нравятся такие письма, пусть экстремальные. Меня чуть ли не во лжи. Вот, брете его, типа того, но я уже образно говорю, как бы сокращенно несколько письм. Врете его, нету, не могут пить и расти абрикосы. А я не говорил, что могут. Я говорю, давайте уберем вот эти зерна от плевела. Плевела уберем, вот, оставим вот такие саженцы, да, научимся их делать. А потом посмотрим. А может, все-таки будут. А я вот почему показывал тот холмик? А почему я вас возил, это, в Майне, высоко в горах, в этот самый, в Бельтяш, который я упомянул. У него был прекрасный, этот, дачный участок. И там такие абрикосы росли. Мы впервые туда ездили. Вот тот, что я вам показал абрикос, пусть избитый морозами, но это он оттуда. Там черенок срезали, всего дачи. А это было высоко в горах. Я не говорю, что возле Питера есть горы. Вот, но, по крайней мере, хоть холмики какие-то есть, чтобы мне не тыкали мордой. У вас же целый склон, здесь, ну, все, все вопросы решены. У вас склон, значит, это самое. Вот вы-то и вообще ни при чем. Интересно, кто же тогда рекламировал вот эти холмы, если не я. И вот получается, что какой-то холм, какой-то неровность, какая-то гора-не гора, сопка, или как еще назвать, и со всех сторон дачи. И так, поверьте, оно может случиться так, что, ну, где-то и будут абрикосы, а потом у соседей будут, как-то закрепиться надо, зацепиться надо. Ведь я же не зря черемушки назвал. Теплее, теплее. Вот, Сергей, слушайте внимательно. Черемушки, теплее. Каждый день на 5-10 градусов. Ну, бывает там на 2-3, но всегда теплее. Вот 40 градусов в морозах не слыхали. 35, может быть, за все годы было несколько раз. Африка, для меня это вообще, это самое. Рядом плотина, замерзает только январе-феврале. До этого, вот это вот зеркало водохранилища, да, до замерзания, еще раз говорю, после Нового года замерзает. А бывает вообще не замерзает. Говорят, что в последнее время перестало. Вот последний год, ну, не было зимы. Вот. И что получается? Вот. Туманы возникают над ним, натягивают, до нас не доходят. Обидно, смотришь, черная туча пролилась. Мы поливаем или мы страдаем от засухи. Черемушки заливают, заливают, заливают. Снега много. Тот самый снег. Но если по колено, это уж точно, всегда по колено. Абрикосы не гниют. Понимаете? Вот. Сырость невероятная. Внизу течет Енисей. Незамерзающий круглый год. От него испарение идет. Почему? Тепло-то от него же. От кого же вы думаете? От этого же Енисея тепло идет. Вот. Потому что там с нижнего горизонта, там вода теплее. Видите, сколько это самое. А ведь началось у нас с удовольствием именно с черемушек. Ну, с майной тере черемушек. Это два поселка, между ними дача. И над ними. Вот так вот. Вот. И ведь не просто. Каждый год в черемушках, в майне стоят большие грузы. Люди везут, сдают сливы. В априкосовый год абрикосы. Яблони, груши. Ну, про рак я рассказал в прошлом фильме. Страшный удар, но это подлый удар пришел с юга. Вот. Оказывается, не имеем мы права запрещать им торговать. Интересно, кто так решил, что нельзя. Вернее, кто это самое. Кто решил, что можно. Вот. И из-за вот этой вот самой нашей российской безалаберности. Это одна причина, почему мы так плохо живем. А другая доверчивость. Национальная черта. Вспомните женщину, которая стояла возле меня и возле тережки с мертвыми саженцами. Вот. Ну что, потом, может быть, еще что добавлю. Мне сейчас надо быстренько отсаживаться, доехать. Сейчас я посаживаю эти четыре саженца, потом покажу вам. Так, конец третьего акта, четвертый будет самый трагический. А пока смотрите за актом, как бы его назвать-то, оптимистическим. Посадил абрикос, обрезал. Так, осталось его выпрямить, то есть прибить кол обязательно. Ну, тороплюсь, жара меня жирает. Завтра прибью, выпрямлю, подвяжу в двух местах. Это для жесткости. Очень важно. Это один был посажен. И все, что вы видели. Это второй. Везде, где только местечко появляется, вот рядом дебильная конструкция, которой не хватило сил убрать. Ну, ладно. Я ее облагорожу таким путем, абрикосом. Тоже надо будет в бить кол выпрямить. Вот. Еще один. Так, палит все. И, видите, еще не замазал. Еще тут надо подравнивать вот эти пенечки. Поняли? Очень важно, чтобы они не торчали. И, наконец, четвертый. Я позвал помощника. Сколько раз говорю, Андрей, сделаем с тебя звезду шоу-бизнеса. Я имею в виду, осторожно-сторожно развалится. Вот. Я имею в виду звезду садоводства. Ты сильно много знаешь. Я боюсь, что ни один академик этого не может, даже не знает так. Нет-нет, все-таки это, сильно, пониже, 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 пониже это. Все, Андрей, дальше я сам. Держи вот так вот. Дай-дай-дай, подержи. Руки такие, да? Что делать-то? У меня последние минуты истекают. Я сам. Все-таки каждый делает немножко по-своему. Во-первых, явно глубже надо. Я уже, это, вот так вот. Пятнышко смотрит на юг туда. Так, вон оно. Покажи людям пятнышко. Вот. Закапываем. Можно немножко полить, чтобы потом, что потом вода растекается. Чему вы учите? У вас вода растекается с холма. А я что, виноват? Что вода течет сверху вниз? Вот. И вся посадка. Единственное, твердейшая земля была. Твердейшая. Огромным трудом выкопал эту ямку. Это я к тому говорю, что люди в ужасе, когда у них земля твердая. Поверьте, вот приподними, вот туда, покажи, вон туда. Вон они, абрикосная, твердейшая земля. Хорошо, что мы не роем ямы. Все руки бы оборвались, если бы выкопать яму дебильную метр на метр. Вот вся ямка. Видели? На флешке осталось 5 минут. Это последние 5 минут из весенней серии. Вы видите, что тот же питомник Железова. Эти 5 минут, нет повести печальной на свете, мы идем уничтожать уникальные деревья. Мне удалось спасти привитые абрикосы. Вот. Но, вы знаете как, часть я перенес, показал вам. Часть я оставил. Но в каком виде? Я спас их от топора Сергея. Вот таким образом. Синяши обрезки, чтобы не мешали питомнику. Но это все временно. Потом все равно эта густота даст о себе знать, и топор придется брать в руки. Но я в тот день не решился резать сеянцы. А сейчас предстоит страшная операция. Посмотрите. Рассказывал, что у нас в стране, в оккупированной, непонятно только кем, нам не дают землю. И вот теперь кто-то будет говорить, ты садист, ты негодяй. Когда я буду уничтожать вот такие вот деревья. Вот. Это потомки того патриарха. Мы когда были у патриарха, что мы видели? Мы видели полыну сухих веток. Мы видели, что из пяти огромных веток, с которыми состоит две, обломанные были. Я специально покажу вам фотографии. Да, это не совсем удобное место для абрикоса. Да, последний урожай 40-50 ведер абрикоса в этом году. Принес ему чуть ли не смерть. Полыну сухих веток. Но, что нам делать? Вот. Надо растить потомков. Россия потомков растить не захотела. Ни наука, ни ГСО, ни научно-исследовательские институты. Мивые друзья, вы знаете, за много было куплено привитых абрикосов. Вот это вот, тут они росли, видите, пустое место. А манчжорцы, как уникальные вещи, это уже гибридные манчжорицы. У них культурные папы. Вот зачем я пришел. Смотрите. Поняли, да? Вот это я делаю. Теперь я стал садистом. Почему? Он не даст расти вот этим вокруг, видите? Даже вот этим не даст расти. Они растут, как на дрожжах. Это однолетка. Вот это перед вами однолетка. Вот. Я таких срежу, сколько тут их, наверное, десяток. Вот. Они могли украсить любой сад, они могли украсить любой институт. Любой академик мог гордиться ими. Видите? Вот так вот. Его больше не будет. Подойдет Сергей. И вместе с горшком его вырвет. Я делаю предварительную работу. Мы так договорились. Вот. Понятно, да? Ну что? Еще сеянец. Еще сеянец. Еще сеянец. Поговорить бы с вами. Это время кончается. Осталось две минуты. Ну давайте я еще на ваших глазах один уничтожу. Вот. Я знаю, никто за сердце хвататься не будет. Нет пояси печальной на свете, чем уникумы. Которые не нужны никому. Вот так. Здесь была неудачная прививка. Вот это все будет уничтожено. Вот. Ради того, чтобы питомник подольше пожил. Ну что? Вон, посмотрите. Это уже двухлетка. Видели? Ну еще, еще на ваших глазах. Уже чуть ли не со злостью. Ну что же вы такие, а? Ну что вам? Никому ничего не надо. Ну что за поколение растет? Вот. И 50 штук не продал на всю Россию манчжурцев. Каждый из которых мог стать таким, как у меня этот самый. Как это случилось, а? Вот на этой грустной ноте мы и прощаемся. Питеру привет. Ищите. Ищите устойчивое к выприванию сорта. Прекратите дебильную обрезку, дебильную посадку. Наши шансы возрастут. Ничего я вам не обещаю. Вот. То, что я добился, и мы добились. Мы в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Вот. Я вам того же желаю. Того же самого желаю. Давай. Сибири.